Марина Валерьевна Марина Валерьевна Марина Валерьевна Марина Валерьевна Марина Валерьевна который касается всех форм жизни вообще, существующих мирозданий. А для чего все это? А зачем? А какой высокий смысл в этих существованиях? И вот попытаемся сегодня порассуждать на эту тему. Я предлагаю, как вы отнесетесь, сначала сказать то, что я на сегодняшний момент времени могу по этому поводу сказать, поразмыслить. А затем, если будут соображения, вопросы, то, пожалуйста, согласны? Да. В такой форме. Действительно, вот мы с вами на эту тему притянулись все вот в эту точку, да? Вот в это конкретное место. Мы все очень разные, но в то же время у нас, у всех есть нечто, что нас объединяет. А что нас объединяет? Каждый из нас когда-то в свой срок пришел в этот мир, и это было названо рождением человека. И все мы с вами еще пока не ушли, не в тот мир. То, что люди называют смертью. Но вот древние мудрецы говорят о том, что смерти нет на самом деле. Тем не менее, нечто так называется. И все мы вот в этих физических телах сегодня находимся. И что-то такое, что существует внутри этих тел, позвало эти тела соединиться все вот здесь, на этой территории. И это нас объединило в данный момент уже. Правда? Поэтому мы можем сообща создавать некое пространство определенной мысли, определенного насыщения. И в этом плане мы все друг другу учителя. Мы вообще по жизни все мы друг другу учителя и ученики одновременно. Потому что у каждого есть свой опыт. И если мы поделимся этим опытом с другим человеком, то он уже станет богаче, ему не надо будет этих шишек самому набивать. Поэтому так и относимся. Каждый человек учителя и спасибо, что ты встретился на моем пути. Неважно, положительному или отрицательному, или опытному, учился. И вот, теперь непосредственно, а для чего все это, а зачем? Одни люди, когда встают перед вопросом о смысле жизни, идут в храм, идут в церковь для того, чтобы найти там этот ответ. Другие ищут ответ в науке. Третий путь искусства. И они на этом пути стараются постичь смысл жизни. Кто-то ищет его в народной мудрости. Кто-то постигает через собственные ошибки, ушибы, боль, страдания. И тоже получает определенную мудрость. Кто-то открывает сборники мудрых цитат, высказываний, афоризмов. И там тоже среди этих крылатых слов находятся те крупицы, которые помогают проживать нам в сложных ситуациях и обретать смысл жизни. Каждый идет очень разными путями. Кто-то пытается объединить эти люди, создать некий синтез. Хотя, если мы начнем смотреть именно на цитаты, то здесь есть и опасность. Есть действительно великие люди, которые оставили нам мудрые мысли, и о них стоит глубоко задуматься. А есть цитаты, которые выглядят красиво и притягательно, но, к сожалению, в них нет этой мудрости. Ну, приведу одну, которую вот нашла в интернете, чтобы было понятно, о чем идет речь. Например, такое высказывание. В жизни все имеет смысл, кроме самой жизни. Выглядит очень экстравагантно, да? И кажется, в этом что-то есть. Но если подумать внимательно, то получается, что... Ну, это то же самое, что сказать... В этой задаче каждый ее элемент имеет смысл, кроме уравнения, с помощью которого задача решается, да? К примеру. То есть тут надо быть внимательным, тут надо быть аккуратным с чужими высказываниями. И, конечно, такое происходит... Такие вот высказывания рождаются от невежества. Тут надо все своими именами называть, чтобы не запутаться. Потому что для того, чтобы человек себе признался, я сегодня не знаю, в чем смысл жизни. Вот я ищу, но я еще пока не знаю. Для этого требуется определенное мужество. Вот просто себе это честно сказать. Верно? А гораздо легче сказать, да жизнь, она беспоследна. Ну, мы живем, живем себе. А думаешь? Это проще. Но это невежество. А невежество мы знаем с вами. Отличается от незнания тем, что тот, кто не знает, он отдает себе отчет, что он не знает, и он обязательно будет стремиться познавать. А невежда не знает, но он думает, что он знает все. Мало того, он уверен, что он может об этом судить. И право. Вот это уже невежество. И поэтому, чтобы больше было количество счастья на земле, нам нужно очень стараться вот эту вот часть невежества в себе изживать. Критика очень хороша, когда она направлена внутрь на себя. Потому что такое бывает в каждом из нас, что бреха дает. И внутренняя честность по отношению к себе — это главное лекарство в таких случаях. И я уже сказала, что за смыслом жизни люди идут разными путями через совершенно разные области знания и веры. И, соответственно, к мировоззрению у них каждого этого пути складывается и представление о мире и о своем месте в этом мире. К примеру, атеист. Человек, который говорит, что материальный мир — это все, что мы имеем, а поэтому живем один раз. Ну что значит один раз живем? Это отрезочек, да? Который протекает между рождением и смертью. Вот такой отрезочек, он занимает несколько десятков лет, допустим, да? И все, до этого ничего не было, и после этого ничего не будет, потому что нет тела физического. О чем тут может идти речь? Все. Один раз живем. Ну, соответственно, этому мировоззрению происходит и отношение к этой жизни. Человек становится расточителем. Один раз живем. Ну, так надо от этой жизни уже взять по полной. Так надо все удовольствия получить. Так надо же так прожить, чтобы уж. Ну, там же все равно ничего нет. И начинается расточительство после нас хоть потом и так далее. Но это не все. Это изнутри человек становится расточителем. Но если мы представим, что так и есть, ни то, ни после, ничего, а только этот отрезок, тогда ведь получается, какая расточительная природа-то. Ведь посмотрите, человек — это такое сложное существо. Это творец. Это великий ученый. Это великий художник. Это изобретатель. Это человек, который на такие высоты может подниматься. И что? Он прожил эти несчастные несколько десятков лет, и его больше нет вообще в нераздании нигде. Мы внимательно наблюдаем за природой и видим, как она рачительна, как она гармонична. И вдруг такое невероятное расточительство. Как это понять? Как это совместить? Остаются вопросы. Если мы посмотрим на религиозную точку зрения, то мы увидим другую картину. Человек родился, Бог знает откуда, не откуда. Родился. Прожил эту жизнь. Дальше он только скидывает тело. Дальше наступает вечная жизнь, уже безвлезная. И вот в этой вечной жизни он расплачивается за то, что было в воплощенном состоянии. Если он нагрешил много, вечно в аду. Если он праведную жизнь прожил, вечно в район. И получается, если опять графически представить, там был отрезок, здесь луч, да? Рождение – это исходная точка. А дальше… И какая-то несоизмеримость возникает, да? Это вот за эти несколько… Да хоть ты там величайший грешник, но за эти несколько десятков лет, которые ты устал прожить в физическом теле, платить вечностью… Само слово представить себе, она не кончается. Это же что ж такое? Это что, соизмеримо, что ли? Опять вопросы остаются. Если мы возьмем восточную точку зрения древних религий, это касается и медической религии, и буддизма, и многих национальных религий древних народов, она говорит, да мы очень часто приходим в этот мир. Мы проявляемся в нем, воплощаясь, и уходим из проявления в непроявленную область. А потом опять проявляемся и опять уходим. Это бесконечное колесо воплощений, у которого не было ни начала, ни конца. И тоже человек думает, но ведь я же вижу, что в этом мире, где мы живем, в проявленном вот своем физическом теле, так много страданий, удельный вес страданий намного больше, чем счастье. Ну согласитесь, да? То, что мы видим перед своими глазами. И вот это вот постоянное продуцирование несчастья, ради чего? Мы же знаем, что есть и ламы буддийские, которые вообще говорят, это их цель, выйти из колеса воплощений. Они этой цели все посвящают. Хватит, я не хочу возвращаться в эту юдоль страданий. Не хочу. Там лучше, там лучший мир. Тогда опять возникает вопрос, а зачем, действительно? А зачем мы сюда без конца приходим, если мы принимаем вот эту позицию, когда прямая линия, и на ней, как бусины, нанизаны наши воплощения. Опять непонятно, смысл-то в чем? И вот я вам предлагаю, прежде чем непосредственно о смысле жизни мы попытаемся рассудить все-таки на сегодняшнем нашем уровне сознания, нужно, наверное, сначала попытаться понять сам феномен жизни. Что такое жизнь? Вот мы все в ней. Мы все живем. Все вокруг нас живет. В многообразии, невероятном многообразии форм, различных. А что такое жизнь? Кто может дать определение? Четкое определение. Жизнь это... И возникает сразу большой вопросительный знак, да? Что это правда такое? Что это за явление? Чтобы понять, какое это явление, нам надо представить его основные характеристики. Верно? И тогда, наверное, лучше отталкиваться от того, в каких условиях существует этот феномен жизни. А в каких условиях существует жизнь? Мы знаем. В пространстве и в длительности, которую мы воспринимаем как время. Что такое пространство? Это не то, что вокруг предметов, да, нас окружающих. Это все пространство. Только вот это пространство заполнено тресиной стола, да? Вот это пространство заполнено бумагой книги. Это пространство заполнено телом человеческим. Но это все пространство. Имеет ли оно где-то конец? Можно сказать, что вот где-то заборчик. Там, до него пространство, а потом нет никакого пространства. Такое мыслимо. И это невозможно представить. И беспредельность тоже очень трудно представить. И все-таки пространство беспредельно. Жизнь существует в беспредельности. Придела нет. Вот мы привыкли жить в мире конечных форм. Появилась форма любая. То есть когда-то она закончится, придет ее конец. А у пространства пределов нет. Длительность. Мы можем представить себе, что она когда-то закончится. Времена могут закончиться, да? Эпохи могут закончиться. Какими-нибудь длительными они не будут. Но длительность продолжится. Она бесконечна. И в ней существует жизнь. Значит, жизнь существует в беспредельном и бесконечном. То, что существует в беспредельном и бесконечном, может ли само быть предельным и конечным? Она тоже обладает этими характеристиками. Она тоже беспредельна и бесконечна. Но это не все характеристики жизни. Тут мы можем обращаться к мудрым, действительно великим мудрецам. И вот один из таких мудрых людей Востока, Шреу Рабинда Хош, который сказал, я приведу его куда-то близко к тексту, не искажая. Он пишет. Если бы во всей Вселенной существовала хотя бы одна точка, не имеющая сознание, не существовало бы и всей Вселенной. Значит, во всей этой беспредельной нашей Вселенной, где мы с вами живем, нет ни одной точки, не имеющей сознание. Значит, наличие сознания — это тоже характеристика жизни. Нет жизни вне сознания. Другое дело, что сознание разное. Мы можем посмотреть на этот пример вот с точки зрения своего собственного тела. Оно ведь изначально состоит из атомов. И у каждого атома есть свое сознание. Но это такое сознание, которое каким бы мы воображением не обладали, мы себе не представим его. Оно вообще в принципе другое, чем наше собственное. Из атомов складываются клеточки нашего тела. И у каждой клеточки тоже есть сознание. Клеточки организуются в органах. Они служат органу. Они не ведут себя, как попало, как им заблагорассудится. Они ведут себя в сотрудничестве, в содружестве между собой, так, как это надо органу. У органа тоже есть свое сознание. И мудрые целители говорят, у тебя что-то вышло из строя в организме, ты заболел, ну так ты поговори со своими клеточками. Ты разговаривай со своими органами. Они же умненькие, они тебя услышат, они поймут. Ты можешь с ними договориться? Это часто говорят, как целители настоящие народные органы. Они ведь тоже не просто себе принадлежат. Они тоже сотрудничают между собой во благо единого организма. Организм уже более высокая структура. Получается иерархия определенная, да? В этой иерархии, если какая-то клеточка заявит, что, а вот все, не хочу учиться, хочу жениться, да? И начнет резко размножаться в свое удовольствие. Получится что? Получится опухоль. Получится рак. Что такое рак? Это то, что уничтожит весь организм. Эти клеточки выбились из иерархического принципа. Они перестали служить высшему. Они повели себя, как они захотели повести себя. Ну и результат соответствующий. Значит, все низшее служит высшему. А сам организм? А он чему служит? А он служит тому духу, который его населяет. Спасибо. Значит, дух – это нечто реальное, то, что руководит всем организмом. И он хозяин, он определяет, как организму существовать дальше. Что ему делать? Как ему себя вести? Если хотим, мы можем продолжить дальше. Человек, имеющий вот эту духовную субстанцию в себе, он тоже, если поведет себя, как ему заблагорассудится, то мы получаем то, что, в общем-то, мы сегодня имеем. Страшную, тяжелейшую болезнь планеты. Потому что человечество в совокупности, сознание людей в совокупности всего человечества определяет здоровье планеты. И так далее. Мы выходим на Солнечную систему и дальше. То есть, вот этот принцип иерархический, когда низшее служит высшему, он обязателен для здорового, гармоничного существования целого. А высшее, а высшее учит низшее. Высшее дает, да, да, приходите. Дает понимание, для чего все это. Вот тот самый смысл мы обретаем тогда, когда мы поднимаем свои глаза к более высоким ступеням. Ответ там, по горизонтали, мы его точно не найдем. Мы заблудимся в этом лесу форм разнообразных. А если мы устремимся туда, мы найдем все ответы, в том числе и о смысле жизни. И вот в этой очень стройной системе, где существует масса этих ступеней, можно по-другому посмотреть. Посмотрите более глобально. Есть мир минералов и металлов. Они обладают своим сознанием. И тоже это не то сознание, которое мы можем себе представить. Но оно есть. Оно просто совсем другое. А следующий мир растительного царства. Там более высокий уровень сознания. А следующий животный. А еще следующий человеческий. А человеческий это что? Потолок? Дальше развиваться некуда? Все? Достигли? Царь природы? А мы же знаем, что жизнь беспредельная и бесконечная. Значит, есть следующие ступени, которые наши древние предки называли Бога-человек, Бог, планетарный дух, звезда, солнечная система, галактика, Вселенная. и вот это стремление постигать и становиться все более утонченным, более расширенным наше сознание. Все счастье в том, что оно не имеет потолка. Кого-то это пугает, потому что стены родной своей пещерки вдруг расширились до беспредельности, что с этим делать, как тут жить. А кто-то наоборот дух захватывает от такого счастья, от того, что все возможно. Ты только прилагай усилия, ты только устремись и ты точно достигнешь. Когда? Ну, кто-то раньше, кто-то позже. Но ведь обязательно достигнешь, если устремлю. И вот таким образом мы с вами видим, что жизнь это такое явление, которое распространяется на всю Вселенную, которое беспредельно, бесконечно и обладает разными уровнями сознания. Эти разные уровни сознания мы все проходим. Поэтому жизнь это процесс. И человек это тоже процесс. Мы видим это и на одном маленьком воплощении. Новорожденный ребенок, да? Или каким он стал в юношестве, или каким он стал взрослым, или старцем. это абсолютно разные люди. Они разные внешне, они разные по своему уровню сознания. Но ведь это один и тот же Иван Иванович в данном воплощении. А если взять дальше, а в следующем воплощении это может быть и другое тело, в смысле другой пол, в каких-то воплощениях мы, в мужских, в каких-то женских телах. потому что дух без пол, это тело пол имеет, а тут без пол, ему надо и то, и другое получить опыт, тот и другой опыт. И вот в этом синтезе идти дальше. Уже тут вот поближе мы к смыслу, да? К смыслу подходим. И видим, что главное это все-таки носитель сознания. Формы-то разные, а вот носитель сознания. И опять же, если мы будем говорить на религиозном языке, мы назовем носителя сознания словом дух. Если мы будем говорить на научном языке, мы применим термин энергия. А если мы скажем, в каждом человеке светит свое уникальное солнце, то мы уже будем переходить на поэтический язык, на язык искусства. Но смотрите, хоть какой из этих терминов мы применим, дух, энергия, солнце, мы говорим об огне. Согласны? Все три термина огнены по своей сути. это особый, тонкий, не проявленный в свече, в костре, а именно духовный огонь, сердечный огонь. Его по-разному можно называть, и в этом плане русский язык очень точен. Мы говорим метафоры, нет никаких метафор на русском языке, все физически верные названия. Горячее сердце, пламенное сердце, это не метафора, это физическая реальность, точно так же, как холодное сердце, каменное сердце, это тоже физическая реальность. Или оно наполнено этими живопорными энергиями, или их нет, или очень мало, или есть, но не хочу отдавать, самому пригодится. И тогда смотрите, что получается. Какая картина-то. Вот мы говорим, это нравственные категории, плохо быть эгоистом, надо стараться делать добро другим людям, природе и так далее. И кто-то говорит, ну, так это у тебя такие убеждения, а вот я считаю, что жить надо для себя. И вроде как это дело просто мнений, но мало ли у кого какие мнения. Вот один так думает, другой сяк. А если мы посмотрим на физическую реальность, мы знаем все уже, что у человека есть излучения, да? Кто-то их видит, этих людей пока меньшинство было. Большинство не видят эти излучения, но они есть, они зафиксированы, есть уже кельяновская фотография, которая снимает, делает снимки этих излучений, диагнозы по ним стали, настроение, состояние человека можно определить по этим излучениям. И ну вот просто представьте себе, да, человек излучает как? Изнутри и вовне, да? А излучает он в том числе и мысли свои, и свои, свое отношение к окружающему миру. А у него зацикленность на себе любимом. Он для себя прежде всего хочет. И вот эти вот лучики, которые он испускает, они на себя и направлены. они излучаются, а он для себя. Для себя. Представляете, что получается? Какая энергетическая клетка получается. Это чисто физическое явление. Энергия так действует. И в этой клетке человек оказывается обособленной замкнутой системой. Эгоист это замкнутая система. Мы же знаем, что в замкнутой системе физика пошла. Только физика. В замкнутой системе накапливается энтропия, то есть процессы разложения. В конце концов дело заканчивается умиранием этой системы. Все. Ну давайте попробуем дышать только для себя. То есть только вдох без выдоха. Это же можно про иду, про питье, продолжите сами. Воображения хватит. Долго в любом случае такая система не протянет. Если человек отдает бескорыстно, действительно светит другим людям своей добротой, своим желанием помочь, облегчить, порадовать, любить. Начинается обмен. Начинает действовать удивительный закон. Чем больше отдаешь, тем больше приток получаешь. Но хочется отдавать, дарить. И даришь еще больше. Получил же. Отдаешь и еще больше получаешь. Отдаешь еще больше и еще больше получаешь. и идет взаимообмен с другими системами, с другими людьми, с животными, с растениями, с кем угодно. И накапливается любовь и радость. Любовь и радость от этого взаимообмена. И идет насыщение чем-то таким неуловимым, что создает состояние счастья. Слова Матери Терезы. Чем больше любви, мудрости, красоты, доброты вы откроете в самом себе, тем больше вы заметите их в окружающем мире. Смотрите, что происходит. Происходит действие закона магнита. Представим себе просто реальный кусок магнита железо намагниченное. Причем ведь мы знаем, что есть процессы намагничивания и размагничивания. А что это вообще такое? А это тоже токи. Это та же огненная субстанция, которая либо есть в этом куске железа, либо ее нет. И вот магнит, в котором есть эти токи, что он притягивает? Он притягивает железо, то есть по подобию. А вот дерево неподобно, оно не притянется к этим токам, к этому магниту. Ну что, дерево не подвластно закону магнита, что ли? Но мы уже будем говорить, конечно, о живом дереве, как вообще о любом живом растении. Да мы же все знаем, как оно тянется к солнышку. солнце это тот великий магнит, который насыщает и растения, и животных, и нас с вами. И насыщает не только теплом, светом, но именно вот этой жизненной субстанцией, энергией жизни. Оно ее дарит бескорыстно, потому что оно так светит, оно по-другому не может. и все живое тянется к этому магниту. А дальше ведь мы уже сказали о том, что нашу духовную сущность, наше сердце мы можем назвать поэтически солнцем, которое существует в человеке. духовное солнце. И оно тоже либо есть, либо нет, либо оно тускло светит, либо мощно-мощно, и это тоже магнит. Это тот же огонь, это те же энергии, которые притягивают других живых существ. И самый хищный зверь перестает быть хищником, когда перед ним вот такое солнце духовное. Он знает, что это защита. Это у него даже мысли не возникнет напасть. Что вы? Он наоборот, он будет счастлив от того, что он сможет рядом побыть. И люди тоже тянутся. Мы же знаем эту ситуацию, когда одни люди притягивают нас, хочется быть с ними, хочется слышать, что они скажут, хочется сотрудничать с ними, а к другим какая-то непонятная антипатия. Вроде он тебе ничего плохого не сделал, но вот нет этого притяжения, нет желания быть вместе. И это тоже магнит. Он либо притягивает, либо отталкивает другой своей стороной. Так вот здесь то, о чем говорит мать Тереза, получается, что мы ведь с вами и должны стать такими солнышками. Светить, как можно больше светить другим, чтобы с нами было хорошо другим людям. но для этого нужны определенные качества. Определенные качества, совокупность которых сможет вырастить любовь, как вершину все таких качеств. Вот тоже приведу слова. Сначала саму цитату скажу. А цитата такая, чтобы быть справедливым, для начала нужно быть добрым. А чтобы быть добрым, нужно понимать, что все люди ошибаются. мудрость. А знаете, кто сказал? Адриана Челентанова. Это человек, который пошел к мудрости путем искусства. Их таких много. путем музыки, путем киноискусства, путем художника. Люди тоже идут к мудрости. Действительно. Но как можно без доброты стать справедливым? Это, кстати, исторический пример с Тамерланом. Ведь молодой Тамерлан, когда вступил на престол, его так обманывали, так пытались обвести вокруг пальца, нехорошо очень с ним поступали правители соседних государств. Средняя Азия. И его это возмущало. У него такое было чувство справедливости. Да как это так? Да надо установить справедливость. Какое они имеют право? Но доброты не хватило на этом этапе. И мы знаем, что великий Тамерлан что делал? Эти пирамиды из черепов, это его дело и его войска. То есть стремление к справедливости за нехваткой доброты пошло путем жестокости. И вот эта грань, вот это лезвие бритвы, по которому надо суметь пройти и не свалиться, ни на ту, ни на другую сторону, это большое искусство жизни. поэтому совокупность качеств нам нужна. Нам нужно терпение, обеззрательно, без невыника в этой жизни. Нам нужно мужество, потому что столько всего нужно преодолеть, суметь. Как без мужества это сделать? И так далее. Эти качества можно без концепта перечислять, вы все сами их назовете. это милосердие и сострадание и так далее. Вот если мы начнем их, эти качества в себе взращивать, то вот как на лугу цветы, они все разные, качества вроде разные, а луг един. И вдруг мы видим, что это такое единое целое, и это такая красота не рисунная, и это такое благоухание, и вот это единство и рождает любовь. Любовь это синтез всех лучших лучших качеств человека. И это безусловная отдача, без ожидания, что я за это что-то там получу взамен. Это безусловное стремление других делать счастливыми. И на этом пути человек обнаруживает, что он сам счастлив. Поэтому любовь не сваливается с неба ни на кого, она взращивается как садовник, взращивает свой сад. Терпеливо, кропотливо, ласково, так и любовь внутри человека взращивается осознанно, сознательно. Другое дело, что в другом воплощении она уже взращенная многими другими предыдущими воплощениями. Она уже раз, расцвела и опять дух захватила. И с этим надо что-то сделать. Надо как-то с этим научиться жить. Это новые умения. И вот опять же нет потолка, нет такого уровня расцвета любви, когда можно сказать, ну все, достигнута кульминация. Нет. Кульминация может быть в определенной жизни, а беспредельности жизни ее нет. Можно растить и растить, совершенствовать и совершенствовать. И тогда мы вдруг обнаруживаем тот самый смысл. Так а в чем же он заключается? Этот смысл жизни. жизни как отдельного человека, так и жизни как феномена во Вселенной. Он единый на самом деле. А в чем он заключается? Он сам совершенствует. Жить не только для себя. Совершенствование. Мы все время себя улучшаем. Мы все время себя совершенствуем. Но это совершенствование очень важно понять. У каждого понятия есть свои понимания в меру сознания. И допустим можно совершенствовать средства убийства. Довести их до атомной бомбы. Вроде как тоже совершенствование. Но совершенствование ли это на самом деле? Это не то совершенствование, о котором нас просит мироздание. если человек поставил границы и говорит, что только материальный мир существует, нет никакого духа, все это сказки. Эти ограничения, как бы мы не пытались совершенствовать материальный мир, тоже не приведут к истинному совершенствованию. Поэтому сначала настоящий хозяин, дух совершенствуется. А вместе с ним и его тело, и окружающее пространство, и все формы, которые его населяют. Это пространство. Поэтому православные старцы говорили спаси себя, вокруг тебя спасутся тысячи. именно по этой причине. И я уже подхожу к завершению того, что я хотела сказать. И вот в завершении мне хочется вспомнить то высказывание Парацельса, которое уже затерто-затерто, его все знают, его все повторяют, но вот именно из-за этой чистоты повторений глубинная суть не доходит до сознания. Это высказывание Пераспере Дастра через тернии к звездам. И как мы привыкли понимать это выражение? Да, терний в нашей жизни много, это точно. Поэтому чтобы полюбоваться звездами, настоящей красотой, надо продраться через эти тернии, да? Вот достичь. А изначальный это смысл, изначальный это смысл как раз в том, что человеческая ступень это только ступенька промежуточная между мирами. И мы совершенствуясь можем подниматься на следующие и следующие ступени. И когда-то в далеком, далеком будущем, вообще в далеком мы даже не можем себе вот во временных категориях сказать когда, но когда-то мы достигнем степени планетного духа. И когда-то мы, наш сегодня человеческий дух станет звездой. Телом нашим станет реальная настоящая звезда, как те, которые светятся в небе. Но туда мы можем дойти только через тернии всех наших недостатков, всех наших пороков, которых у нас так много, у каждого мы можем пробиваясь сквозь эти тернии знать, что вот она цель, она дальняя цель. Но ведь и хорошо самая далекая дорога начинается с первого шага. И поэтому через тернии к звездам мы люди, понимаешь, это важно. Мы учимся светиться и светить. И каждый дух, который ныне страждет, найдет свою серебряную нить. И каждый дух найдет свою дорогу, благословляя бесконечный путь. мы учимся светиться понемногу, чтобы звездами когда-то полыхнуть. Это то, что мне хотелось вам сказать. Сначала хочется осмыслить, да? Осознать. Мне захотелось моментик один сказать. Ученые определили, что биологическая клетка живет. 30% себе на жизнь, на питание, на существование оставляет. А 70% делится. А вот раковая клетка от 70% и более себе. То есть идет на уничтожение. Просто как факт. Интересный момент такой. Наука все это подтвердит. Все то, что когда-то знала религия, и именно отсюда люди черпали эти знания, все это сегодня на нашем новом уровне сознания должна подтвердить наука и не только подтвердить, но пойти гораздо дальше. Да, и изучаем микромир, и изучаем макромир. Мы все время находим эти аналогии. И эти аналогии настолько... Это не тождества, это именно аналогии. Мы можем сравнивать филогенез и онтогенез, да? То есть развитие всего человечества, развитие одного человека, и мы найдем эти аналогии. Мы можем сравнивать развитие одной планеты и мироздания. Мы можем сравнивать, допустим, клетку и человека. И везде найдем аналогии. Микро и макро мир настолько тесно переплетены поэтому когда нам пытались доказывать что человек это винтик внушить в сознание эту вот жуткую мысль что да что я могу я маленький человек да я винтик кто меня послушает самая великая мощь это мощь мысли и и никто не может запретить никто именно поэтому человек назван микрокосма он по образу и подобию макрокосма создан вот это вот божья искра которая называется до зерно духа иначе это тоже самое как капля воды в океане она капелька но она растворена во всем океане мы все едины мы настолько едины что только когда мы осознаем это единство со всем мирозданием тогда наша любовь будет истины потому что вот кстати лев николаевич толстой его высказывание только тогда человек понимает жизнь когда в каждом человеке видит себя кажется так просто так просто а на самом то деле это ведь не то же самое что подметил народ что каждый по себе судит это вообще не то же самое каждый по себе судит это потому что мы на все вокруг смотрим сквозь цвет нашей ауры поэтому а люди говорят посмотрит на жизнь через розовые очки он смотрит через черные очки каков цвет ауры так так мы видим окружающие и попробуйте докажи этому человеку что она другое но уже видит все вокруг плохи я точно знаю знаете что мне вот это сделала вот это вот это ну и все и конец революции и до свидания любовь цветочек любви сразу у меня сердце а другой человек наоборот ему подножку подставили с ним плохо поступили он говорит здорово я локоть приобрел мне поставили подножку а я не упал я научился спасибо ты мой тренер я могу дальше идти совершенно другой подход верно и и это вот когда но все равно да все равно этот народ прав мы по себе судим человек который никогда не воровал им такая жизнь и мысль в голову не придет он не может представить что другой может взять и стянуть что-то ну просто не представляет он не может заподозрить в этом кого-то а тот кто в принципе может если никто не видит он скажет да все воруют ему ответишь да ты что бог в тобой я не ворую как же все я ворую ну ты же понял о чем я говорю большинство ворует нет подожди подожди у меня же очень много друзей не очень богатый круг общения среди них точно нет воров я могу слово дать совершенно разные подходы мы действительно судим по себе о многих вещах жизни но толстой то говорит о другом только тогда когда человек понимает жизнь когда человек понимает жизнь когда он в каждом человеке видит себя когда он видит что все мы братья и сестры потому что в каждом из нас это божья иска у кого-то она под слоем грязи который надо расковырять еще чтобы добраться до истинного человека а у кого-то она уже сияет вовсю а у каждого вот разный уровень но мы все ею обладаем вот этот огненный океан из которого мы родом это наш дом это наша родина мы сюда пришли для чего тогда вот этого совершенства а потом там и мы туда уйдем уже с опытом и мы сможем украсить и этот огненный мир и так без конца и нигде нет потолка и все великие настоящие духи какой бы религии какому бы пути совершенства они не относились они своими словами говорят одно и то что совершенствуй себя сумею видеть что жизнь едина и я проявление этой жизни но и все кто рядом со мной тоже проявление этой единой жизни невозможно стать по-настоящему счастливым если другие мои части в других формах страдают чтобы быть счастливым я должен помочь им тоже быть счастливым все так просто истина всегда очень проста а мы накручиваем на нее всякие сложности потом запутываемся и думаем так в чем же смысл жизни-то это кстати точно так же как с национальной идеей а то вот с этой национальной идеей все знаете как с ней носятся так в чем же русская национальная идея ой столько дискуссий столько спорта как мы наконец найдем эту национальную идею она никуда не девается она всегда была есть и будет стремление к общему благу будет наша национальная идея всегда так будет и так и будет вот на самом деле эту тему тему о смысле жизни я я сама предложила потому что мы не могли четко сформулировать с какой темой мы побеседуем плотно пообщаемся но эта тема тем хороша что от нее можно дальше двигаться вообще в любом направлении в любом направлении поэтому если возникнет желание оттолкнувшись от этой ключевой узловой темы какие-то еще темы разобрать то мы всегда с радостью а я не знаю что похож на ваш лекции так ну я тогда еще раз представлюсь я не в полной мере представилась вначале я сказала что я член рейховского общества у нас с сентября по май в нашем обществе проходят ежемесячные философские столы там мы определяем тему которая нам всем интересно и вместе ее обсуждали это ежемесячно если заинтересует когда скажем кроме того я еще являюсь представителем книжного магазина салона искры мудрости здесь на время выставки филиал этого магазина салона он на любополописе 9 находится и каждый опять же месяц в среднюю среду месяца в этот раз это будет девятнадцатое число у нас проходят презентации книг тематические на какую либо тему и это визитка визитка магазина салона если кому-то надо еще пожалуйста эти презентации выкладываются в одноклассниках и вконтакте там просто набираете искры мудрости и то что есть там можно прослушать вот этот вариант есть ну вот есть еще такой вариант я вот нашу Женечку попросила у меня у меня есть книга стихов книга стихов и если кого-то заинтересует я с удовольствием ее дарю может быть вы прочитаете сегодня что-то а я уже прочитала только не из этой книги мне бы это загадались россиянин да да конечно и в нашу сторону тоже тут тоже хотят пожалуйста и подписать ну да подойдете я подпишу вот это ну это то чем вот я могу поделиться на самом деле у нас замечательные сотрудники вот часть из них здесь присутствует это люди которые стараются именно так и жить чтобы светить людям когда мы проводим наши экскурсии понятно что они бесплатные вот такой момент бывает допустим одна женщина там или двое да подходят и предлагаешь экскурсию она говорит да нет ну что вы ну нет я сама посмотрю я не буду вас сотруднять я сама когда говоришь да я с радостью я с радостью вам проведу эту экскурсию это радость большая поделиться тем что сам умеешь и тогда уже совсем другое дело совсем по-другому начинается общение а так вот это какая-то сначала бывает не ловкость что нет 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 ну не стоит беспокоиться а на самом-то деле чем больше отдаешь тем больше радости тем больше получаешь спасибо вам потому что у вас все кто пришли у всех готовность есть готовность воспринимать это же дорогого стоит спасибо вам что даете такую возможность или ну согласны согласны что смысл по жизни вот он на поверхности радуй других люби других и сам расти